В конце 90-х в американской школе Колумбайн два старшеклассника совершили нападение на одноклассников, которое повлекло за собой многочисленные жертвы. Прошло уже почти 20 лет, но многие считают, что именно этот инцидент стал толчком к череде нападений в российских школах. Подростки романтизируют поступок своих героев, посвящают им рисунки и видео, создают сообщества. И несмотря на то, что в соцсетях ведется активная блокировка всех групп, так или иначе связанных с этим, полностью искоренить их, к сожалению, не удается. В период с 2017 по 2018 год в учебных заведениях страны произошло более 10 нападений и случаев непреднамеренного использования оружия подростками. Особенно шокирующие освещались в СМИ и обсуждались на просторах интернета. Одни пытаются разобраться в причинах, толкнувших детей на совершение жестоких преступлений. Другие ищут виноватых. Третьи хотят понять, что теперь делать и как защитить своих близких. А причин подростковой жестокости существует множество. Их можно разделить на три группы. Это, опять же, физиологические причины, социальные и психологические. Но физиологические причины – это бурная перестройка гормональная всех систем организма, в результате которой подростки эмоционально неустойчивы, склонны к крайним проявлениям эмоциональных состояний. В подростковом возрасте меняется отношение к родителям и к их авторитету. Главными людьми в жизни становятся сверстники. Но в подростковой среде свои законы, непонятные взрослым, почас жестокие и беспощадные. Подростки жаждут внимания и славы, не задумываясь о цене, которую за это придется заплатить. Чтобы выжить и выделиться среди остальных, дети порой готовы на все. У ребенка, у подростка есть такая, в лучшем случае существует такая невидимая защита. Она может быть даже несознаваемой, которая удержит вот на этом роковом краю как раз. Убережет, даже если он сделал ошибку, он ее осознает, да, и он возвращается потом к нормальному состоянию. И эту защиту могут дать только родители, только семья. Социально-экономическое неравенство, отсутствие у родителей возможности уделять много времени детям и реформы школьного образования – все это приводит к тому, что подростки не могут найти для себя правильные ориентиры. Мир настолько кардинально поменялся, что родители не могут передать свой опыт детям, а дети его просто игнорируют и не принимают, потому что сейчас все по-другому. Действительно, то есть это дополнительная такая сложность. И отсюда еще трудность взаимопонимания. Перед родителями подростка стоит непростая задача – принять все изменения, происходящие с ребенком, постепенно перестроить отношения и общение. Несмотря на массу литературы в различных источниках, родители не всегда в достаточной степени информированы об особенностях подросткового возраста. Родители в большинстве случаев не готовы к этим изменениям. Они пытаются по-прежнему применять прежние методы влияния, воздействия на подростков. И если они усиливают контроль, ну пытаются, вернее, усилить контроль, это приводит к войне. Внимательные родители не могут не заметить изменения в поведении своего ребенка. Замкнутый, необщительный, скрытный, острый, реагирующий на все замечания и попытки взрослых контролировать ситуацию. В некоторых случаях ребенок в период острого подросткового кризиса просто-напросто сбегает в виртуальный мир. Но даже в таких обстоятельствах очень важно не терять эмоциональную связь с ребенком. Когда у подростка есть внутреннее неблагополучие, и он просто уходит в виртуальный мир, как в убежище, и он ему заменяет реальность. А в компьютерных играх может сформироваться бесчувственность, то есть нечувственность к чужой боли, к боли живого реального человека, потому что там вырабатывается вот этот навык проявления агрессии и насилия. Очень часто, даже замечая странности в поведении у ребенка, родители не спешат обращаться к психологам или психотерапевтам. Хотя именно специалист может увидеть проблему на ранней стадии и помочь решить ее. Редактор субтитров А.Семкин